Двойное убийство раскрыто. В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области заявили, задержан подозреваемый в убийстве двух женщин. Преступление произошло прошлой ночью в МЖК. В одной из квартир многоэтажки были обнаружены обгоревшие тела двух женщин с полиэтиленовыми пакетами на голове. Подозреваемым в преступлении оказался сосед. Вину свою он признал полностью. Дело уже передано в суд. Две женщины 55 и 92 лет были убиты прошлой ночью в собственной квартире по адресу 70 лет в ЛКСМ, дом 20. Сначала на диспетчерский пульт МЧС поступил звонок, что на седьмом этаже дома пожар. Спасатели справились с огнем достаточно быстро, а внутри квартиры обнаружили два трупа с полиэтиленовыми мешками на голове. Сейчас уже известно, что одна из женщин была задушена, а вторая, по предварительной информации, скончалась в результате черепно-мозговой травмы. После двойного убийства преступник поджег квартиру, следователи уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее несудимый, который был знаком с потерпевшими. По предварительным данным следствия преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры. После совершения убийства преступник принял меры к сокрытию следов преступления путем поджога квартиры. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Соответствующие материалы направлены следствием в суд. Известно, что подозреваемый в совершении двойного убийства жил на одной площадке со своими жертвами. Жилье снимал. Прошлой ночью в обеих квартирах были застолья. Такое между соседями вообще ни в какие вороты. Которые убил, это же соседы. Они квартировали там. Всего месяц жили. У нее юбилей был, она ушла на пенсию. Но у тех, у соседей, которые, молодежь, которые убил, там гуляли конкретно. В этот же день, да? Да. Да не только в этот день. Вообще мужбанец. Вообще, да. И шум как бы был в основном с той квартиры. Стоит отметить, об убитых женщинах соседи говорят, что семья была благополучная. Супруг, 55-летний пострадавший, во время убийства находился в командировке, а сын проживает в Москве. Максимальное наказание, которое грозит убийце – пожизненное лишение свободы. Но юристы сходятся во мнении, что он отправится в тюрьму, скорее всего, на 13-14 лет. Продолжение следует...